В текущем году единый госэкзамен в нашем регионе сдавали без малого 5000 учеников, а в следующем году планируются сопоставимые цифры. Для выпускных классов настает горячая пора, финишная прямая. Многие стремятся подстраховаться и прибегают к помощи репетиторов и различных курсов. При этом многие задаются вопросом, способна ли базовая школьная программа обеспечить успешное прохождение единого госэкзамена. Об этом в нашем следующем материале выпуска. Приближается начало нового учебного года. Для некоторых школьников начинается самый ответственный и сложный период во всей ученической жизни, решающий этап подготовки к сдаче единого государственного экзамена. Плюсы и минусы такой формы сдачи экзамена не первый год обсуждаются и в обществе, и в педагогической среде. Единого мнения по этому вопросу нет, зато совершенно очевидно, что для того, чтобы достойно подготовиться к сдаче экзаменов по профильным дисциплинам, выпускникам в большинстве случаев приходится прибегать к помощи репетиторов. Некоторые ученики, родители и даже учителя утверждают, что невозможно успешно сдать ЕГЭ без дополнительного стороннего обучения вне школы. При этом создатели экзаменационных испытаний утверждают, что все задания построены на основе школьной программы, которую дети и без того ежедневно изучали целое десятилетие. Мы решили узнать, возможно ли сдать устрашающее многих школьников ЕГЭ без дополнительной подготовки. И что об этом думают тверичане. Без репетиторов сдать ЕГЭ на высокий балл практически невозможно. Этого не позволяет наше школьное образование. Тем не менее, есть ребята, которые готовятся самостоятельно и сдают, но их меньшинство. Это проблема в системе образования. Наше образование, наши школы, они не дают всех знаний. Я занимаюсь репетиторами, и без репетиторов, я думаю, я бы не сдала. А я думаю, если стараться, можно. Можно, если приложить много усилий для этого. Есть много на ютубе разных бесплатных каналов, где можно порешать какие-то варианты и подготовиться. У меня были репетиторы, но они были онлайн, не по всем предметам. Но это еще зависит от школы. Если школа дает по максимуму, то репетиторы и не нужны. Мы видим, что мнения разделяются. Действительно, многие школьники полностью убеждены, что шанса сдать ЕГЭ без репетиторов нет. А волнующиеся родители не могут отказать своим чадом и решаются платить за дополнительные занятия в надежде на успешное поступление ребенка в высшее учебное заведение на бюджетное место. Но так ли это на самом деле? Своим мнением делится педагог высшей категории с 36-летним стажем, ученики которого регулярно становятся стубальниками ЕГЭ по русскому языку. Я считаю, что к ЕГЭ по русскому языку прежде всего можно подготовиться без репетитора, если ребенок, ученик прежде всего, занимается очень последовательно, если он знает материал, с которым работает. И, конечно, нужна такая систематическая подготовка, то есть последовательная, постоянная подготовка в течение, например, двух лет, десятый, одиннадцатый класс. Эксперты утверждают, что шанс благополучно сдать экзамены при самостоятельной подготовке велик, если ученик сам этого хочет и прикладывает усилия, погружается в выбранный предмет и изучают дополнительную информацию с интересом по собственному желанию. Сдать ЕГЭ без нервов и с хорошим результатом можно, если относиться к этому ответственно, но без фанатизма. Беречь свою нервную систему и не откладывать подготовку на последний момент. А репетиторы — это лишь способ наверстать забытую или непроработанную информацию, понять структуру предстоящей работы, в конечном итоге залог успеха, терпения и труд, которые, скорее всего, все перетрут. Однако в реальной жизни многие, если не большинство, все же подстраховываются и прибегают к дополнительным занятиям.